Проверки продолжаются. Мобильные группы выявляют нарушение постановления главного санитарного врача области. Ездить будем по-новому. В полиции принято решение по изменению организации дорожного движения. Глава региона дал старт проекту по открытию торговых точек центра мелкооптовой торговли Халек-Сауда. Проект инициирован АОСПК «Октобет» для обеспечения продовольственной безопасности. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте. Доллар подорожал в Казахстане больше, чем на 2 тенге за сутки, передает Tengri News со ссылкой на данные биржи Кассе. По итогам утренней сессии 3 сентября доллар стоит 420 тенге 35 иин. Накануне вечером иностранные валюты торговали по 418 тенге 29 иин. Отметим, что это наивысший показатель с середины мая. Тогда американец стоил на бирже 422 тенге. В «Октобе» также сегодня сменились ценники в обменных пунктах. Доллар торгуется по цене 421,50 – 423 тенге. Мобильные группы совместно с сотрудниками местной полицейской службы продолжают проверку за исполнением постановления главного санитарного врача области. На сегодняшний день выявлено порядка 23,5% нарушений среди объектов предпринимательства. Управлением составлено было 476 протоколов и наложено 476 штрафов на сумму более 53 миллиона тенге. Основные нарушения – это 23,5% нарушение режима работы объектов, 16,7% нарушение масочного режима, 14,7% несоблюдение требований социальной дистанции, 2,9% – это которые, подлежащие при остановлении объектов, это работали такие объекты и были выявлены такие нарушения, 2,9% и так далее. Кроме того, зафиксированы следующие нарушения, касающиеся массового скопления людей. А именно, проводились торжественные мероприятия, свадьбы к из-за злоту и дни рождения, что составляет 23,7%. В результате проверок 18 объектов общественного питания оштрафовано на общую сумму 6 миллионов 111 тысяч 600 тенге. Всего по итогам проверок наложено 476 штрафов на общую сумму 53 миллиона 240 тысяч 370 тенге, согласно статье 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг призывает жителей области соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции с соблюдением дистанции и масочного режима в общественных местах. В городе продолжается ремонт дорог. Особенно активно идет работа на отдельных участках проспектов Абулхайрхана и Санкибай-Батыра. Напротив центральной мечети Нургасыра уже завершены работы по укладке асфальта. Как сообщили в городском Акимате, текущий ремонт главного проспекта должен закончиться сегодня ночью. Если не будет необходимости в дополнительных строительно-монтажных работах, то движение транспорта завтра утром на данном участке возобновится. Ремонтные работы на проспекте Санкибай-Батыра в старой части города, в районах Москва и Сельмаш, завершатся к концу текущего месяца. Отделом дорожной и технической инспекции Департамента полиции Актюбинской области совместно с КГУ, Центром по обеспечению безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актюбин, принято решение по изменению организации движения. Основная цель нововведения – увеличение пропускной способности уличной дорожной сети города Актюбин. С управлением административной полиции совместно с Центром по обеспечению дорожной безопасности постоянно принимаются меры по обеспечению и увеличению пропускной способности. То есть с сегодняшнего дня изменили движение на пересечении проспектов Алии и Абуха-Ирхана. То есть со стороны жидового управления по Алии. Раньше было четыре полосы, сейчас осталось три. То есть левую крайнюю налево, два – прямо. А с противоположной стороны, то есть со стороны ДСК, четыре полосы оставили. При этом три полосы будут двигаться прямо, левую крайнюю налево. Кроме того, установлены запрещающие дорожные знаки 3.4. Движение грузовых автомобилей запрещено. По проспекту Алии Молдоголовой на пересечении с проспектом 312-й стрелковой дивизии и автомобильной дорогой Южный обход города Ак-Тубе. А также по улице Уроза Татьяулы на пересечении с автомобильной дорогой Южный обход города Ак-Тубе. В связи с чем руководство Департамента полиции просит водителей транспортных средств при передвижении руководствоваться новыми дорожными знаками и указателями и заблаговременно планировать маршруты движения. В августе текущего года по сравнению с предыдущими месяцами цены на продукты питания выросли в среднем на 2%. Этот показатель коснулся и непродовольственной группы товаров, где в среднем их стоимость повысилась на 1,5%. Как сообщает КАСТАК с ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в стране за период с января по август текущего года составила 4,5%. Подорожание в основном коснулось ежедневно потребляемых продуктов питания. В нашем регионе статистики приводят следующие цифры. Повышение цен зафиксировано на рис 1,3%, на гречную крупу 2,3%, на кашу быстрого приготовления 2,3%, на говядину, на лопаточную грудную часть 1,3%, также на баранину 2,5%, на сливки 1,2%, из фруктов идет рост на апельсины 10,8%, на яблоки 0,8%, также идет рост на сахар, песок 3,9%, на минеральную воду 2,2%, на сигареты 1,9% и на капусту 5,9%. Наряду с повышением цен наблюдается и снижение. На 6,1% подешевели яйца, на 4,6% овощи и на 2,4% пшено. Снижение цены идет на окорочка куриная 2,9%, на кефир 2,5%, из фруктов на виноград 11,0%, на бананы 11,8%, на лимоны 2,6%, и из овощей идет снижение цен на помидоры 17,9%, на картофель 11,5%, на морковь 8,6% и на лук 8,4%. Среди непродовольственных товаров повышение цен отмечено на одежду и обувь на 0,6%, на крупные бытовые товары на 1,4%, на медикаменты на 0,5%, на автомобили на 1,6%, на велосипеды на 1,7%, на компьютерную технику на 4,8%, на канцелярию на 2,6%, на ювелирные изделия на 1,5% и на товары личного пользования на 0,6%. В комитете также добавили, что по сравнению с декабрем прошлого года ценные на платные услуги для населения, куда входит аренда жилья, услуги салонов красоты, перевод денежных средств и платы за интернет, выросли на 2%. Аким области Андосыну Розалин дал старт проекту по открытию 20 торговых точек центра мелкооптовой торговли «Халык-Сауда». Данный проект инициирован АО «Социально-предпринимательская корпорация Актубе» и поддержан Акиматом Актюбинской области. Напомним, первая торговая точка «Халык-Сауда» был успешно презентован 20 июля 2020 года в районе Малышка по улице Заводская, 43. Магазин мелкооптовой торговли за сравнительно небольшой срок уже стал популярным. В основном людей, конечно же, привлекают доступные цены, плюс доверие местной продукции. На открытии второго по счету центра мелкооптовой торговли «Халык-Сауда», который расположен в районе Жилгородок по улице Ленинградская, 51, приняли участие Аким города Актубе Асхад Шахаров, председатель правления ООСПК Актубе Ермек Имантаев, предприниматели и представители СМИ. Сегодня у нас стартует проект по запуску торговой сети «Халык-Сауда». На сегодняшний день торговая сеть состоит из 20 магазинов. Основной целью данного проекта является снижение стоимости на социально значимые продукты питания для нашего населения. Конечно, выполняются попутные задачи, такие как вовлечение в бизнес местных товаропроизводителей, снижаются транспортные расходы населения. Мы представлены в каждом регионе города. Средний охват магазина составляет от 5 до 35 тысяч человек. Сдерживание цен стало возможным с резким сокращением посредников между производителями и покупателями. Каждый магазин открывается в формате магазина-склада. Кроме того, при организации работы магазина учитываются пожелания жителей каждого жилого массива. Средним один магазин должен охватывать от 5 до 30 тысяч жителей того или иного района. Через данные точки планируют реализовывать продукцию регионального стабилизационного фонда, при этом цены ниже рыночных на 10-15%. На сегодняшний день по социально значимым товарам, представленных на полках сети магазинов «Халык Сауда», они у нас представлены по ценам ниже среднестатистических. Для примера можем сказать, что в данном магазине у нас мука продается по стоимости 130 тенге. Это первый сорт. Картошка, стоимость картофеля за килограмм 80 тенге. Сахар 194 и рожки в районе 209 тенге. В рамках данного проекта планируется создать до 90 новых рабочих мест. К работе также планируется привлечь волонтеров для оказания помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. Реализация проекта позволит повысить уровень продовольственной безопасности в регионе и снизить расходы населения на закуп продуктов питания. Ирина Гуц, Жеслан Жубаев, программа «Факт». Начало учебного года в Казахстане омрачилось сбоями на онлайн-платформах для дистанционного обучения, и пользователи сети сегодня горячо обсуждают тему образования. Кто-то жалуется на проблемы в комментариях, а кто-то снимает шуточные ролики и передает «Тенгри Ньюз». Сами школьники тоже начали выкладывать шуточные видео о том, как проходят занятия в WhatsApp. Напомним, что первая четверть в школах Казахстана пройдет дистанционно. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. О новостях республики смотрите далее. Кастак сообщает, 12 человек умерли за сутки от коронавируса. КВИ плюсы и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции КВИ минус в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. С 13 марта по 3 сентября КВИ плюс заболеваемость 106 032, смертность 1606. С 1 августа по 3 сентября КВИ минус заболеваемость 26 322, смертность 301. На 3 сентября 2020 года КВИ плюс заболеваемость 88, смертность 6. КВИ минус заболеваемость 571, смертность 6. По данным Минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжает получать 6459 человек, среди которых 34 ребенка. В стационарах находится 3196 пациентов, на амбулаторном уровне 3263. 171 человек находится в тяжелом состоянии, 19 – крайней степени тяжести, 28 – на аппаратах ИВЛ. Всего от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, выздоровели 97 967 человек. От пневмонии с признаками КВИ – 5773. Заместитель премьер-министра Ярлы Тукжанов высказался об упразднении Института ответственных секретарей при министерствах, сообщает Тенгриньюз Киезе. Тукжанов ответил, что ответственность по данному вопросу лежит на министрах. По его словам, Институт ответственных секретарей действует в 15 министерствах. Их функции будут выполнять руководители аппаратов. Деятельность и функциональные обязанности руководителя аппарата расписаны в законе о госслужбе. Он полностью соответствует тем полномочиям, которые несут ответ Секи. Вопрос стоит на повестке дня. Решение будет принято в ближайшие дни. Озвучена и средняя зарплата ответсекретарей, которых поручил уволить Такаев. Она составляет от 685 тысяч до 830 тысяч тенге. Спутник, сообщает министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, назвал порог достаточности для использования пенсионных накоплений казахстанцами. Правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ на нужды смогут воспользоваться граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления, часть суммы, превышающую так называемый порог достаточности. Под порогом достаточности рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет. Кастак сообщает, пострадавший после прыжка с парашютом Мураджан Джамау скончался в Монгостовской областной больнице. Напомним, 11 августа на своем сайте Министерства обороны РК было размещено официальное сообщение, в котором говорилось, что 5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау у одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта. На команды, подаваемый из земли парашютист, не реагировал, запасным парашютом не воспользовался. В результате произошло жесткое приземление. В оборонном ведомстве заверили, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был оперативно доставлен в медицинское учреждение Актау. А 8 августа врачи провели хирургическую операцию, но состояние военнослужащего оставалось тяжелым. Букмекерская контора «Паримач» занималась в Казахстане незаконным и горным бизнесом, сообщает Время. Компания зарабатывала десятки миллиардов тенге и справно платила налоги, но при этом превратила свои букмекерские центры в своего рода казино, где можно было сделать ставки не только на спортивные соревнования, но и на азартные игры, говорится в сообщении. Организатором незаконного и горного бизнеса оказался гражданин Украины Владимир Кочерга. Общий оборот компании с октября 2017 года по сентябрь 2019 составил почти 40 миллиардов тенге. Суд признал Кочергу виновным лишь по части 1 статьи 307 Организация незаконного и горного бизнеса и приговорил к штрафу в 500 МРП. Гражданский иск прокуратуры о взыскании так и неподтвержденного ущерба суд отклонил, а все имущество, изъятое во время обыска в букмекерских конторах, обязал вернуть владельцам, добавляет издание. Кастак, сообщает, казахстанец обвиняется в избиении российского полицейского из мести в Байконере. 31 июля текущего года злоумышленник, будучи задержанным сотрудником полиции за совершение административного правонарушения, из мести за правомерные действия полицейского нанес последнему два удара рукой в область лица. В следствии указанных противоправных действий сотруднику полиции причинены физическая боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, говорится в сообщении. В связи с тем, что обвиняемый является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него направлено российской стороной в казахстанские правоохранительные органы для осуществления его дальнейшего уголовного преследования. Кастак, сообщает, солнечную электростанцию мощностью 26 мегаватт ввели в эксплуатацию в Карагандинской области. Планируется, что ежегодно солнечный парк будет вырабатывать около 34 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Проект инвесторов компании ТО «Кассолар-50» реализован при поддержке нацкомпании «Казахинвест». Он включает в себя строительство солнечного парка с установкой 62 тысяч фотовольтаических панелей. Общая проектная стоимость станции составила 5 миллиардов 600 миллионов тенге. Как отмечают специалисты, реализация инвестпроекта сократит выбросы углекислого газа в атмосферу на 24 тысячи тонн в год. Строительство электростанции началось в мае 2020 года. Сейчас короткая реклама, сразу после которой вы увидите. Два электрошокера и четыре ножа, изъяты сотрудниками полиции у незаконных владельцев. В области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». 33 предпринимателя Октябрьской области вошли в состав РПП «Атамикен». Сегодня состоялось первое заседание нового состава регионального совета. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо» в кинотеатре «Локомотив». Гулять так гулять на природе. Ресторан «Зимний сад» приглашает вас на летнюю площадку. Наша летняя веранда совмещает комфорт ресторана с удовольствиями пикника. Аромат шашлыка и люля-кебаб стал еще аппетитней средь цветов и тенистых аллей. Чистота водопада, прохлада напитков, блюда восточной и европейской кухне. А в шаге от вас крытый зал ресторана с зажигательным танцполом. Летний сад – продолжение зимнего сада. Устройте свой праздник на воздухе. Вход! Жарнаманыздың мүмкіндіктерін кенейтіңіз. Коэр-коды бар жарнама. Рик аты барынасы мен. Эврика газетіндегі банерлерді қарау үшін сіздің сайтынызға немесе инстаграм парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жана қызметтен. Қараныз, сканерленіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаныз. Рика медиа тоуының жарнамалық қызметтен. Шолхан Олиханып көшесі 35. Локомотив кинотеатры. Телефондары 220-250-222-300. Эврика газеті басқан ұсқасында сәрсембі күні шығады. Эврика газеті электрондың ұсқада кез келген күні оқлады. 3W ніктерикатығы нікте кейзет сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауаннамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, сұнықтеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті. На территории Актюбинской области в период с 1 по 31 сентября 2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие КАРУ с целью пресечения и выявления незаконных действий с оружием. Уже есть первые результаты работы полицейских. В Актюбинской области зарегистрировано свыше 8 тысяч владельцев огнестрельного оружия, но не все, приобретая оружие, следует букве закона. Для выявления подобных фактов регулярно проводятся рейдовые мероприятия ОПМ КАРУ. На территории нашей области будет проходить весь сентябрь. Пока же в ДП области озвучили первые итоги. На начало проверки по месту жительства было выявлено 20 административных правонарушений. Из них за незаконное хранение оружия 1 факт, нарушение правил хранения и ношения оружия 13 фактов, нарушение перерегистрации оружия 6 фактов. К примеру, в ходе ОПМ в Мортугском и Шалкарском районах было изъято 2 единицы электрошокера. Всего изъято 4 единицы холодного оружия – это ножи. В ходе ОПМ 1 сентября полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы на ОПК ЖСАН на выезде из Казахстана в Россию при досмотре автомашины марки «Рено Дастер» под управлением гражданина Казахстана был обнаружен электрошокер. По данному факту был составлен протокол. Дело направлено в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности. Также в Мортугском и Шалкарском районах были изъяты 2 электрошокера и 4 ножа. Сегодня состоялось первое заседание нового состава регионального совета Палаты предпринимателей области. В ходе подведенных итогов прошедших онлайн-выборов в состав РПП от ИМИКЕН вошли 33 предпринимателя Октябрьской области. Как известно, региональный совет является наблюдательным органом за работой Палаты предпринимателей. Главная концепция работы совета – защита интересов представителей местного бизнеса, разрешение профессиональных конфликтов и урегулирование вопросов, касающихся ведения деловых отношений между компаниями. Выборы состоялись в реальном режиме онлайн, и это были первые такие выборы предпринимателей. Мы выбрали 33 предпринимателя в региональный совет, я имею в виду область наша выбрала. Из них 60% являются представителями областного центра, и 40% – это представители сельских районов. По итогам онлайн-выборов, которые прошли накануне, 7 октябрьских предпринимателей прошли в новый состав Рексовета. Срок полномочий состава – 4 года. Вся работа в рамках совета основывается на общественных началах и не оплачивается. В завершении первого заседания на позицию председателя Рексовета был избран президент группы компаний «Достан» Асхат Айджанов, который охотно рассказал о новых идеях развития местного бизнеса. Область наша выбрала. Из них 60% являются представителями областного центра, и 40% – это представители сельских районов. Мы ожидаем, что сегодняшний наш региональный совет, он откроет дальнейшие пути для улучшения климата для развития малого и среднего бизнеса. Как вы знаете, государство в лице нашего президента уделяется большое внимание, и это, наверное, правильно, потому что мы уверены, что только малый и средний бизнес, вообще предпринимательство в целом способно поднять экономику. Напомним, что прежний состав Рексовета возглавлял предприниматель и меценат Исламбек Солжанов. В ходе заседания также состоялось согласование кандидатур на должности директоров филиалов Палаты предпринимателей Октябрьской области в Уилском, Айтикибийском и Мартугском районах. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факты». Автором первого гола КХЛ сезона 2020-2021 стал защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков, сообщает Вестики Зет. Это произошло в матче Кубка Открытия, в котором в Москве встречаются ЦСКА и Казанский Акбарс. Шайба была заброшена на первой минуте встречи, а именно на 51-й секунде. В качестве участников матча были выбраны ЦСКА и Акбарс как победители конференции, в последнем регулярном чемпионате. Борис открыл сегодня сезон матчем в Риге против местного Динамо.